Сегодня около 60% заболевших лечатся амбулаторно. Остальные нуждаются в госпитализации, тогда как во время первой волны пандемии соотношение было 80 на 20. Как результат растет расход медицинского кислорода, а также необходимость в больничных койках. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Уже 18 больниц. В прошлой неделе добавилась одна больница. Это Самарская городская больница номер 8, 180 коек которых включены в работу с 25.07.2021 года. На сегодняшний день на койках находится 2929 пациентов и это количество возросло примерно на 400 за неделю. Учитывая уменьшение количества процента свободных коек и соответственно динамику, о которой мы уже говорили, запланировано уже на этой неделе вот еще 360 коек. Сейчас в больницах лечатся почти 3000 пациентов с коронавирусом. В среднем ежедневно госпитализируют около 220 человек. Медикам вновь требуется помощь студентов и волонтеров. По решению оперштаба муниципалитеты предоставят автотранспорт для мобильных бригад врачей. Также в ближайшее время будут обсуждаться меры, направленные на улучшение работы скорой помощи. Продолжается вакцинация. Всего в регион поставлено более 807 тысяч доз вакцины. Привиты первым компонентом около 753 тысяч человек, из них вторым компонентом свыше 553 тысяч. По предварительным оценкам, область приблизилась к 50-процентному охвату вакцинации. Еще раз, да, внимательнейшим образом перезагрузить всю контрольную работу, которая есть в муниципальных образованиях. И работа по вакцинации. Мы с вами совещание провели, но я вот не вижу там на цифрах, что это привело к какой-то дополнительной мобилизации. А мы с вами-то там только вот сейчас 50%. Мы не можем все-таки достучаться и довести вот эту опасность, которая к нам пришла, которая во многом суровее по последствиям тем, что тот опыт, который мы с вами переживали, не дал. На оперштабе было принято решение нарастить темпы вакцинации, чтобы снизить нагрузку на медиков и высвободить коечный фонд для оказания плановой медицинской помощи по другим направлениям. В ближайшее время оперативные штабы на местах будут проводиться с участием членов областного правительства. Особое внимание будет уделено выявлению недостатков в организации работы по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер и их устранению. Маски сейчас нужно носить во всех закрытых помещениях, а также в общественном транспорте. Виктория Шарая, События.